всем привет как и обещал видео сравнение вот трех наушников это zst zs3 и наушники meizu sport ep51 почему именно такое сравнение я хотел сделать сравнение zst zs3 но потом пришли и была акция хорошая на ep51 и я решил все-таки взять их попробовать посмотреть ну и я конечно разочарован забегая наперед я вам расскажу почему и давайте по порядку начнем и так комплектация комплектациях вот здесь так простенько все сделано до такой минимализм как у компании сяоми мне это нравится вот все простенько но вроде бы стильно вот такая вот коробочка амбушюрки но амбушюрки здесь валяются так и вот идет основной провод кабель zst наушников он с вот такой вот идет шейкой и он широкий а у zst он узенький посмотрите то есть он ровный и узенький прямой и узенький сейчас давайте настрою камеру вот чтобы видно было то здесь под углом и широкий а здесь прямой и узенький и допустим кабель от zst не подойдет для zs3 то есть он просто сюда не входит вот он коннектится коннектится но плотно он не держится и будет все время выпадать потому что он больше и смотрите то есть bluetooth давайте уберу основной кабель и чтобы тут не путаться забегая наперед вот эти вот bluetooth коннекторы да они есть разные версии то есть вот такая вот прямая и вот такая вот косая версия и если вы возьмете версию такую косую она не подойдет для наушника zs3 да то есть и для zs3 нужна прямая потому что она тоньше видите немножко тоньше чем то есть и при заказе допустим дата кабеля да то есть bluetooth кабеля для наушников компании zs вот обратите на это внимание чтобы вы не купили кабель который не подойдет к вашим наушникам обычно пишут прям в названии кабеля обычно пишут для какой модели дата кабель давайте посмотрим дальше комплектация у zs3 такая же как и здесь единственное что по моему у них немножко другой цветом кабель давайте раскроем здесь все то же самое кабель я ага здесь амбушюрки во первых с красным цветом я их не распаковывал то есть они запаяны ну давайте распакуем вот амбушюрки с такими красными вставками вот сейчас висят амбушюрки и на тех и на тех наушниках которые мне подходят которые мне нравятся вот такой вот там такой более оранжевым коричневый цвет а здесь вот такой зеленоватый цвет шнурочек по кабелю они звучат очень круто и ну и по bluetooth они звучат не менее круто и мне очень нравится то есть если братья допустим обычные пищалки или допустим мои любимые наушники ppb 012 которые там до 5 баксов стоят и то эти конечно звучат круче и zsd они мне нравятся то есть вот эти вот точнее zs3 zsd они сидят в ушах достаточно хорошо но иногда норовят выпасть вот и редко бывает одно ухо выпадает и какие амбушюрки я пробовал разные ходил по несколько дней с разными все равно одно ухо у меня по моему левая выпадает вот правая сидит хорошо здесь же таких проблем нету здесь они сидят уверенно здесь они сидят хорошо форма у них такая вот ну прикольно единственное что мне не нравится что дата кабель вот здесь вот перегибается у меня постоянно и я думаю что он с таким перегибанием вот в этом месте я думаю что он может сломаться и придется покупать новый кабель но пока это отложим далее управление здесь простое то есть большая кнопка включает нажимаем и держим громкость добавляется или убавляется ай двойной щелчок переключение треков и в этом плане это при я привык быстро и ну по сравнению с другими наушниками это не такое управление как обычно было у меня в наушниках но я к этому управлению привык и это нормально то есть я бы хотел чтобы переключалась все-таки одним нажатием да то есть переключение трека а звук допустим двойным или длинным нажатием то есть и было бы нормально чтобы треки переключались одно иным нажатием но пусть будет двойное это как бы дополнительная защита от того чтобы воротником там не нажала на кнопку и так далее вот в одних наушниках у меня буквально в первый день так это нормальный дата кабель это новый но вот мы его открыли зарядили допустим и потом очень тяжело его вот закрыть вот этой заглушечкой вот по этой причине вот во втором кабеле который первый мой у него оторвалась эта заглушечка полностью и очень удивительно почему я ее до сих пор не потерял как бы это минус но пусть будет я как бы стараюсь не забывать о ней и стараясь видите заглушечку все-таки одевать после зарядки вот последнее видео которые я снимаю я снимаю с вот этими наушниками с этим дата кабелем в виде звука я купил несколько именно петличек вот такого плана но то что иногда я отхожу от когда записываю и цепляете петличка это раз во вторых звук ну я бы не заметил чтобы он был лучше поэтому у этих наушников звук лучше последнее видео я пишу вот на на ухо накинула наушник рядом с ртом микрофон и передвигаю спокойно по квартире могу рассказывать допустим тут видео идет а я рассказываю свои мысли как бы диктую и они записываются и качество звучания то есть громкость звучания не теряется как вот допустим сейчас если я отошел немного то есть немного тише стало если я подошел но вот немного громче стал ну вот как бы основные моменты этих двоих наушников они достойные классные но сейчас я пользуюсь вот этими за из 3 они мне очень нравятся вот я ими пользуюсь они мои любимые и когда я получил вот эти наушники вот ep51 я конечно был вау эффект у меня коробка здесь конечно комплектация сделано все вот так красиво вот здесь торчали наушники причем когда их там достаешь они портят коробку и не попортив коробку их достать нереально то есть допустим если вы хотите кому-то на подарок подарить и хотите открытием их попользоваться то не стоит их открывать потому что вы потом не сделайте так чтобы было незаметно что их открывали вот такая красная книжка вот вот здесь были эти наушники видите коробку я немного порвал тут когда достал помял ну то фигня все конечно красиво все выглядит видите такая коробка мы ее открываем здесь у нас вот на это вот эта вот штучка была на проводе водки здесь у нас вот эта коробка здесь были наушники то есть мы продавливаем внутрь и вытягиваем или снизу . так эта коробка выглядит вот здесь у нас есть чехольчик внутри инструкция и проводочек зарядки проводочек зарядки коротенький но у меня этих проводочка но красивый конечно все в стиле таком красном, то есть все стилизовано и проводочек у меня есть, я поэтому его не достаю а чехольчиком я как бы редко пользуюсь, поэтому оно здесь у меня в коробке и лежит давайте пробегусь, что мне в первую очередь не понравилось звук, звук чистый звук достаточно хороший но не хватает низких то есть я не знаю как бы там бум-бум у таких вот звуков не хватает если момент вот этот я исправил без всяких эквалайзеров и так далее повесил вот эти экселевские амбушюры, причем у них разница небольшая совсем, но за счет того, что они чуть-чуть больше они плотнее как бы закрывают, создают вакуум в ухе получается и звук у них получается громче и такой уже насыщенный басами но они неудобные, у меня одно ухо выпадало, то есть я попробовал все амбушюры как бы перемерил вот и вернулся обратно на те которые были установлены изначально то есть на каждой амбушюрке изнутри написано right, left вот написано куда их лепить вот здесь на ушке есть такая вот штучка и в амбушюрке вот здесь внутри есть такой карманчик дырочка для этой штучки то есть ты одел и чтобы зафиксировалось и вот это вот я считаю что не совсем удобно потому что я например хотел бы еще провернуть как бы да наушник а он вот фиксируется в одном положении да и ну где он тут фиксируется вот он фиксируется и не совсем удобно то есть если даже повернуть как тебе удобно да то есть резина она позволяет повернуть через время она обратно соскакивает и застреет опять в этой штучке и как бы не совсем удобно это и второй момент это про шапку шапка здесь они немного торчат то есть мы их одеваем и вот эта вот часть вот так торчит то есть допустим вот эти немножко они тоже как бы торчат вот я их сравниваю наверное с этими ZST наушниками по размерам по габаритам вот и то они получаются видите длиннее выходит то есть если взять вот эти носики вот здесь ну в принципе практически одинаково то есть ну за форму все в счет формы вот сидят они в ушах неудобно у меня не наш получилось подобрать амбушюру которая помогла бы там в ушах держаться нормально вот сейчас я одену их и покажу как это выглядит вот так это выглядит во первых мне не понравилось вот вот этот провод он идет в мочку как я в ухо не вставлял как я не крутил эту амбушюру так это левая левая и я вставляю в левое ухо как бы я не крутил как бы я не настраивал то есть у меня не получается что мне не мешал этот проводок у ЗСТ и у ЗС3 они проводок уходит вверх да то есть и вот здесь как бы площадка свободная и оно как бы удобно то есть ты вот так получается под углом у тебя вставлено там и ну просто ну ЗС3 это как бы сделано нормально здесь я не знаю для каких ну для каких ушей ушов ушов по другому я не могу назвать эти ухи в которых поместятся эти штуки и не будет давить вот эта вот нижняя штучка ну проводок в мочку уха я ну мне это неудобно плюс за счет этого мочка уха у меня выталкивает то есть ну может у меня уши нестандартные вот но остальные наушники как бы мне подходят и мне нравится вот по звучанию я озвучил магнитики эти хорошие они даже крепенькие даже крепенькие по моему крепче крепятся чем у Ауэя которую я пробовал там большие такие были магниты но они за счет того что они как патроны сделаны они отцеплялись потому что цеплялись об одежду и так далее здесь крепится хорошо все как бы без всяких проблем ну тоже как бы может вот отпасть если зацепиться за одежду то есть ну не проблематично это не минус не плюс просто так выглядят конечно они круто вот они ну чисто визуально вот это единственный плюс что сделано все так красиво вот пыль в глаза короче бросили вот и сделано все и пульт здесь красивый вот выглядит но все настолько непрактично и ну мне как бы я уже много-много наушников перепробовал и ну реально вот мои любимые ППБ и сейчас я пользуюсь вот этими потому что у них звук лучше но они получается дороже это наушники сами стоят около там 10-12 долларов и около 7 долларов идет вот этот вот кабель ну там поинтами можно сбросить я покупал все на гербесте поинтами сбрасывал то есть нормально как бы ценник там в 15 баксов я думаю вложился получается но если у вас бюджет там до 10 долларов то однозначно нужно брать ППБ 0.12 это лучшие наушники в данном ценовом как бы диапазоне вот эти брать вообще не советую давайте про пульт расскажу пульт здесь вот так вот USB выглядит то есть ну тут более-менее то есть я дергал понемножку как бы заряжал пару раз и все они как бы играют ну забыл уточнить сейчас я скажу сразу и потом вернемся вот все они работают около от 4 до 6 часов в зависимости от того на какой громкости вы их слушаете то есть в общей сложности от 4 до 6 часов они играют вот батареи хватает и заряжаются они ну наверное около часа то есть 40 минут где-то они заряжаются то есть я как бы не засекал там на секундомере но наверное около часа они заряжаются то есть точно вот здесь вот вот эта штука вставляется то есть заглушка она вставляется лучше чем у этих наушников и ну с ней вообще проблем никаких нету и она такая удобней и сделана из мягенькой резины то есть она оторвется она не скоро вот ну мне кажется что оторвется она не скоро это как бы плюсик вот что заглушечка есть пульт управления сам ну я не знаю то есть кто-то в чате отписывался о том да мы общались по наушникам отписывался что ему неудобно пользоваться с вот этими наушниками мне тоже было неудобно пультом да то есть управление которое здесь было неудобно Мне было тоже неудобно, не знаю, первые два дня Здесь я бы не сказал, что оно неудобное Оно здесь конченное Во-первых, кнопка вот здесь Ну, во-первых, кнопки Тут пульт сам конченный И кнопки, как бы, да, то есть, ну, управление конченное Это, ну, мягко сказано Вот, и это сугубо мое мнение То есть, может быть, кому-то оно удобно, это управление Во-первых, в перчатках ты, когда нажимаешь Они здесь маленький ход у кнопок То есть, здесь ты чувствуешь, когда ты кнопку нажимаешь Даже когда у тебя на руках перчатки И ты можешь и трек переключить, и нажать Здесь же ты не чувствуешь перчатки То есть, ну, голой рукой ты чувствуешь, где крестик Где черточка И то, как бы, да, то есть За счет здесь, за счет того, что есть Кругленькая кнопка и две полоски Ты всегда знаешь, что возле кругленькой кнопки плюс А если надо минус, то он ниже И вот это, как бы, верхушка Оно сделано вот Верхняя круглая кнопка вверху И ты знаешь, что и здесь, и здесь И ты знаешь, где оно все находится И даже если не можешь нащупать кнопку Да, то есть, ну, там, чисто тыкнуть Где-то в перчатках То есть, можно определить, кто где Здесь удобно Это я в перчатках, вот в Xiaomi-шных перчатках Я управляю ими отлично Сейчас холодно, похолодало И пользуюсь перчатками В этих же перчатках и не перчатках Ты пока вспомнишь, что сверху плюс В полжизни пройдет Вот, включается он в центре И в центре впадина Не кнопка, а впадина И ее сложно нажать, во-первых Раз, ну, включили, пусть будет Дальше Звук здесь переключается коротким нажатием А вот треки уже переключаются Не двойным нажатием А нажать и держать нужно Я несколько дней пользовался наушниками И я понял, что, ну, реально Это управление самое дебильное Самое лучшее было для меня управление Я не помню А, в ППБ вроде такое управление Единственное, что в ППБ у меня всегда были перепутаны минус с плюсом То есть, если я хочу сделать громче Я нажимаю А, в следующий трек То есть, там громкость включалась правильно То есть, плюс это громче А минус тише Но вот треки переключались плюсом назад А минусом вперед И, ну, оптимальный вариант для меня Это либо длинным нажатием Либо двойным нажатием Сделать громкость И коротким нажатием Переключить трек Вперед-назад У меня, как бы, одни и те же песни И некоторые из них уже поднадоели Я, ну, я не любитель, там, менять Перезаписывать их И поэтому некоторые песни Мне легче перемотать И вот это вот Нажать и держать Чтобы переключить трек Ну, очень неудобно для меня Хотя это все субъективно Да, то есть Лично все мое мнение Возможно, кому-то они понравятся Мне они вообще не понравились И, ну, я их советовать никому не могу Ни друзьям, ни знакомым Да, красивая коробка Если вы хотите подарить их какому-то дяде И чисто этот дядя ими пользоваться не будет То можно смело взять Небольшие деньги Красивая коробка И они красиво, так знаете Ну, я бы сказал Напыщенно выглядят Вот Все так солидно Солидно и красиво Если вы там для родственников собираетесь То, конечно, лучше взять вот такие С блютузом Или без блютуза Они играют, звучат хорошо Удобные В ухе сидят отлично Вот мне они больше всего нравятся Это ZS3 Еще идет несколько наушников ZS И в будущем мы сравним их И погуляем Я для себя выбрал вот эти вот наушники Эти тоже неплохие Но если их сравнивать друг с другом То вот эти вот получается ZST проигрывают ZS3 модель Вот я их советую Если у вас бюджет денег небольшой То, конечно, однозначно советую PPB 0.12 Сейчас я их покажу Вот Недавно пришли Одни уйдут на подарок А вторые Я себе запасные Купил Вот эти вот золотистые Будут на подарок девочке Потому что, ну, родственникам Лучшие Лучшие наушники С ценовой категорией До 10 долларов Я как бы там и по 7 И по 9 долларов Вот 9.99 у меня были Айвэй я за 9.99 покупал Айвэй, конечно, у них качество сборки лучше Здесь такое качество, ну, простенькое Я бы сказал, там не дешманское Не фуфловое А простенькое Здесь заглушечки нету Вот Ну, вот так они выглядят Вот Ну, это реально мои любимые Они самые удобные Они сидят в ушах хорошо Они легкие И проигрывают дольше По-моему, дольше всех Да То есть, ну, даже не по-моему А точно Играют они дольше Чем все из представленных То есть, они 5-6 часов Стабильно у меня играли Вот Запаса громкости есть Единственное, что Звук, конечно, у них Ну, пятибаксовый То есть, они Не фуфло какое-нибудь Да, там пищалка Вот Ну, как бы нормальный звук Терпимый Я бы сказал Такое, что Плеваться не хочется Вот Ну, конечно Звук проигрывает Вот ЗС-3 Всем из представленных Проигрывает Звук Как бы Я бы за них Спокойно Задал бы 10 баксов Потому что Ну, они реально хорошие Вот Ну, а стоят они В 5 долларов Поэтому я смело И советую И Если, допустим Смотрит кто-то Кто эти наушники знает Можете в комментариях Написать Как они вам Вот эти Поппб 0.12 Ну, мне кажется Что они лучше В своем ценовом диапазоне Вот На этом у меня все Ставьте лайки Подписывайтесь До новых встреч И удачных покупок